Это не вандализм и не конкурс граффити. Активисты общественного совета закрашивают интернет-ссылку на наркодилера. Такие надписи появляются в 32-м микрорайоне еженедельно. На гаражах и строениях общественники ссылки закрашивают своими силами. Если испачкан дом, то звонят в управляющие компании. Алексей Вячеславович, добрый день. Управляющий микрорайоном. Алексей Вячеславович, сейчас мы провели рейд по выявлению надписей, содержащих информацию о распространении наркотических и других веществ. К сожалению, на Ташкентской 176, подъезд номер 1, Торец дома. Есть три надписи. Примите, пожалуйста, срочные меры. Закрасьте их. Сегодня закрасьте. Хорошо, спасибо. Всего доброго. У активистов совета наложен контакт со всеми структурами. Действуют быстро и слаженно. Заблокировали уже множество интернет-распространителей и обнаружили множество закладок психотропных веществ. Передаю эту информацию в отделы полиции, управляющим компаниям, и мы эти сайты закрашиваем, уничтожаем. То есть все эти надписи стараемся уничтожить. Но, к сожалению, да, к сожалению, еженедельно мы выявляем их либо по новым адресам, либо опять же на тех же адресах. Жители отмечают работу общественного совета заметно. На улицах стало меньше наркоманов. Ситуация исправляется. Сейчас выправляется. Совет микрорайона этому, значит, способствует. Выявляет и закладки, места этих закладок выявляет. И сайты зачеркивает, там, замазывает. Может быть, и это. Борьбу с распространением наркотиков общественники 32 микрорайона не собираются останавливать. В первую очередь, чтобы обеспечить безопасность своих детей. Активисты не только закрашивают интернет-ссылки, но и расклеивают памятки с просьбой сообщать о подозрительных лицах. В общественном совете уверены, вместе им под силу справиться с проблемой. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.